Я обратился к Сталину с просьбой освободить меня от должности в главке, рассказывает Ильюшин. В тот вечер я возвращался из Кремля. В ушах всё ещё звучали слова, но раз назначили, надо работать. Если вы будете уходить, другие будут уходить. Кто же будет управлять государством? Но конструктор не успокоился. Он написал письмо со своей просьбой сразу в шесть адресов, обязуясь в течение года создать штурмовик. Смелый замысел захватил коллектив. Было решено все жизненные части самолёта защитить бронёй. Не каждую в отдельности, как было в мировой практике, а общим броневым корпусом, придав ему обтекаемую аэродинамическую форму. Потом друзья конструктора шутили. Ильюшин на штурмовике вылетел из главки. Ил-2 поднялся в воздух в 1939 году. Это была большая победа нашей авиации. Но нашлись скептики. Готовый штурмовик пришлось переделать. Убрать сзади защитную кабину стрелка. В эти годы, помогая рождению нового самолёта, Ильюшин не знал покоя. Он летал с завода на завод, пробивая подчас броню непонимания. В один из таких полётов случилась авария. На всю жизнь у Ильюшина осталась отметка об этом полёте. Теперь, встречаясь с Сергеем Владимировичем, бывшие лётчики-штурмовики, герои Отечественной войны, вспоминают, как Ил-2 начинал свой боевой путь. Ведь к началу войны насчитывалось всего около сотни летающих танков. Но уже в первых боях штурмовики произвели на врага ошеломляющее впечатление, хотя из-за ослабленной защиты хвоста Ил-2 несли большие потери. Лётчик-штурмовик полковник Тихоненко вспоминает. В декабре 1941 года мы потеряли самолёты Ил-2 и убыли в Куйбышев за получением новых самолётов на безымянку. Когда прибыли мы туда, нам говорят, лётчики, самолётов пока нету. Идите в цеха и посмотрите, как они добываются и как вы их должны береть в бою. Прибыли мы в цеха. Что нас там встретило? Стены, открытое небо, 35 градусов мороз. А у станков стоит большей частью наша героическая русская женщина. Изредка квалифицированные мужчины и мальчишки-подростки стоят на ящиках, чтобы достать до станков. Так было зимой 1941-го после эвакуации заводов в тыл. Именно в эти трудные дни пришла на завод телеграмма. Самолёты Ил-2 нужны Красной Армии как воздух, как хлеб. Требую, чтобы выпускали побольше Илов. Предупреждаю последний раз. Сталин. Вместе с Ильюшиным конструкторы помогали технологам и инженерам завода наладить производство боевых машин. А вскоре сама жизнь подтвердила дальновидность Ильюшина. Штурмовик должен был быть двухместным. Не останавливая конвейера, не меняя технологии и оснастки заводов, Ильюшин нашёл решение, как в одноместный штурмовик врастить броневую кабину стрелка. Удивительная судьба дальнего бомбардировщика ЦКБ 1-го Ила. В августе 1941 года он участвовал в знаменитых налётах на Берлин, Дрезден, Кенигсберг, Данцик. Построенный за пять лет до войны, он прошёл её всю с первого до последнего дня. 6 890 самолётов Ил-4 были в боевом строю. Мало кто знает, что более трети всех боевых самолётов в Великой Отечественной войне составляли штурмовики и бомбардировщики конструкции Ильюшина. Одних штурмовиков заводы дали фронту небывалое в практике мировой авиации количество. Свыше 41 тысячи. Ни одна из воюющих стран не имела подобного самолёта. Нет большего ужаса, чем самолёт Ил-2, признавались пленные. Они сводят нас с ума. Сокрушительные удары летающих танков играли решающую роль во многих сражениях Великой Отечественной войны. С какими только повреждениями не возвращались домой штурмовики. В корпусе и крыльях некоторых Илов насчитывали сотни пробоин. На редкость живучей, надёжной была эта боевая машина. Однако конструктор непрерывно совершенствовал Илы. В 1944 году был создан новый штурмовик Ил-10. И в самой гуще повседневных конструкторских забот военного времени Ильюшин уже заглядывал в будущее. Вот так в комнатах с зашторенными окнами Начинали конструировать пассажирский Ил-12. Новизна задачи вызвала огромный интерес. Работали сверхурочно. Всем очень нравилось выполнять во время войны первый гражданский заказ. Всё дальше на запад уходил фронт. Удары летающих танков приближали час победы. Кончилась война. Золотыми буквами вписаны в историю имена героев. Как символ трудового и ратного подвига Застыл на пьедестале славы Боевой танк. Навеки замер на постаменте Легендарный Ил-2. Не высшая ли это радость для конструктора Сознавать, что он дал оружие Под стать богатырскому духу героев? Реактивная авиация Сколько новых сложнейших технических проблем Поставила она перед конструкторами после войны? В то время обсуждались разные пути перехода На реактивную тягу. Некоторые конструкторы думали Испробовать реактивные двигатели На самолетах старого типа. Сергей Владимирович решил по-иному Сконструировать новый самолет То есть шагнуть сразу в реактивный век. Первый реактивный бомбардировщик С отечественными двигателями Провозвестник современной бомбардировочной авиации Ил-22. Год его рождения 1946 Успешный опыт помог коллективу Создать вскоре замечательный Реактивный бомбардировщик Ил-28 Благодаря необычайно широкому диапазону технических знаний Глубочайшей научной эрудиции и прозорливости Ильюшин всегда шел впереди своего времени Соединяя в себе черты ученого-теоретика Конструктора-практика Организатора Он был еще и художником Обладающим тонким вкусом И пониманием красоты Конструктор Александр Сергеевич Яковлев Очень точно охарактеризовал искусство Сергея Владимировича Ильюшин Мастер простых решений А ведь известно, как трудно создавать простое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok